приветствую всех друзья на связи миссио декор как мы все знаем третьего числа закончился первый этап закрытого бета-теста в котором приняли участие 5 азиатских стран в ближайшее время збт будет вновь запущена и помимо уже присутствующих в нем стран где будет выслано еще больше приглашений к ним также присоединятся еще пять других а именно гонконг макао тайвань япония и южная корея пока что официально это не подтверждено но судя по информации с лишних страничек разработчиков твиттере все действительно обстоит именно так будем ждать официального заявления которое должно быть опубликовано буквально со дня на день также мы можем наблюдать как сильно изменился официальный сайт игры чего не случалось уже практически год информативности конечно не особо прибавилось но зато как же сука красиво куда более информативным пока что остается сайт технической поддержки тестирования wildrift где постоянно публикуется изменения как в самой игре так и то что касается непосредственно хода бета-теста но все же одна статейка на сайте wildrift оказалась действительно интересной в этой статье один из игровых дизайнеров этнап рассказывает о том каким образом будут формироваться ранговые сражения первое время после релиза например он поведал что первое время банов чемпионов в ранговых боях не будет связи с тем что их сейчас не так уж и много и больше и в части у игроков просто-напросто не будет что может сыграть негативную роль в балансе и получение игроками удовольствие от геймплея с чем в принципе не поспоришь также это рассказал что опять же первое время система сама будет подбирать игрокам позицию но при этом будет брать во внимание на какой роли вы играете обычно но лишь как я сказал брать этого внимание они стабильно определять вас на одну и ту же позицию так что будьте готовы друзья осваивать несколько направлений чемпионов для качественной игры прежде чем рваться в ранг как только вы получите десятый уровень аккаунта и что еще лично меня ну очень порадовал это то что система подбора будет разделять игры на соло игроков и уже сформированные группы возможно конечно и объединение одиночек в один подбор с группами но лишь при отсутствии необходимых людей дабы поиск игры не был слишком долгим а учитывая какая огромная аудитория находится сейчас в ожидании игры я думаю такие ситуации будут происходить крайне редко также здесь говорится что даже если такие моменты будут случаться то система все равно будет опираться в первую очередь на статистику каждого отдельно взятого игрока для формирования более равного состава команд это опять же не может не радовать ведь теперь есть большая вероятность того что вайлдрифт станет первой мобильной моба игрой где можно будет развиваться в соло ведь практически везде одиночные каточки это мягко говоря фиаско а тут вон оно чо но пока друзья забегать вперед не будем на словах всегда все выглядит красочно но на деле же это может выглядеть совсем иначе к тому же такая система будет совсем новой и возможно разработчикам еще понадобится время дабы довести ее до желаемого совершенства ну а на этом все друзья берегите свои ущелья ставьте ваши вкусные лукас и подписывайтесь на канал если еще этого не сделали и тогда вы почти точно приточно не прошляпите новенькие интересные видосики которые впереди будет еще ого-го как много с вами был декор скоро увидимся и пока пока ну вот вот